И мы возвращаемся в студию программы «Итоги» на телеканале «Инисей». Всё так же Ян Ермешов и Дмитрий Булат. Третье воскресенье июля для Красноярского края – это день особенный, день праздничный, день Виталурга. Ну а так как я ещё из города, который в Виталурге имеет прямое отношение, Зачинская, у нас тут ежегодный праздник был просто… Это воспоминание с детства. Ну всех, кто имеет отношение к отрасли, мы поздравляем. И сегодня о металлургии мы будем говорить с генеральным директором Красноярского завода цветных металлов Михаилом Дягилем. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником вас. Добрый день. Поздравляем. Ну а как отмечать будете? Есть какие-то традиции? Да, конечно, у нас есть традиции. Заводу уже восьмой десяток лет, и было бы странно, если бы не было таковых. Традиция последних лет заключается в том, что весь коллектив Красноярседмеда празднует вместе. Причём не только друг с другом, но и с семьями, с близкими, со всеми теми, кто доступен, кого можно пригласить. Мы это делаем на открытом воздухе, с песнями, с разного рода развлечениями. Мне кажется, что всё нравится. На этой неделе праздник постепенно отмечают все ведущие предприятия этой отрасли. С понедельника всё у нас началось. Начались длительные. Да, очень длительный праздник. Практически вся неделя прошла под этим знаком. И какие успехи у нас есть в этой области? Наш корреспондент Дина Володина поназал ситуацию. Мы предлагаем посмотреть сюжет, а потом перейти к обсуждению. На этой неделе в преддверии Дня Металлурга практически на всех ведущих металлургических предприятиях края побывал Виктор Толоконский вместе с полпредом Николаем Рогожкиным. В крае производится более 30 тяжёлых, лёгких, эллигирующих и редкоземельных металлов и элементов. Наиболее важными из них считаются алюминий, никель, кобальт, медь, платина и золото. День Металлурга Платиновые группы производятся у нас, в крае. Сибирь вообще уникальный край. Каждый край, каждый район это уникальный, имеет свои особенности, свои традиции. Здесь живут прекрасные люди, люди-труженики, люди-старатели. Талант и желание этих людей сделать то, что они могут делать, это дорогого стоит. Перед краевой металлургией стоят задачи производства не столько сырья, сколько продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, например, «Красцветмет» будет выпускать детали для авиа и ракетостроения, освоения космоса, а также военной техники. А на «Крамзе» начнут изготавливать авиационные плиты, компоненты для аэрокосмической промышленности, баночную ленту. Есть планы и по возрождению прокатного комплекса. Процентов, наверное, 70 механического оборудования на площадке имеется. Нужно оснастить её новыми системами контроля, новыми системами управления. И всё заработает, будет продукция лучшая, по всем мировым стандартам даже лучше. Сейчас в металлургии в Красноярском крае работают 33 тысячи человек. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Толоконского, вовлекать молодёжь в новые производственные программы актуально и необходимо. Условия закрепления молодых специалистов и молодых кадров на таких базовых предприятиях нашего края. Ну и вообще, внимание к людям, это очень важно для того, чтобы эта промышленность, которая составляет гордость края, основу экономического могущества края, могла эффективно функционировать, развиваться. Хотелось бы поздравить ещё раз всех металлурговых края с наступающим праздником. Пожелать здоровья, счастья, успехов. И как мы сегодня побывали на одном из уникальных предприятий края, труд металлурга в этом крае славен, труд металлурга нужен. И люди здесь работают те, которые хотят России нашей блага, блага и блага. Вот такой сюжет, Михаил Владимирович. Я знаю, что вы поработали на разных предприятиях в разных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Вот скажите, для нашего региона какую роль металлургия играет? Ключевую. Ключевую? Я думаю, мы не будем сейчас воспроизводить всю историю металлургической отрасли Красноярского края. Очевидно, что металлургия – это базовая отрасль для нашего региона. И я думаю, что будет оставаться таковой много лет. Это не хорошо, не плохо. Это данность, это то, что мы умеем делать, и то, что мы умеем делать хорошо. Я уверен, что мы сможем делать еще лучше. Если говорить о компаниях крупнейших, Норильский никель, Русский алюминий и Красветмет в том числе, мы представляем эффективные компании. Если говорить особенно о сырьевых компаниях, это компании по эффективности одни из лучших в мире, а может быть, самые лучшие. И по сегодняшний день это так, несмотря на все проблемы. По вашему мнению, все-таки, какие вопросы нужно решить металлургии в самое ближайшее время? Потому что вы говорите о том, что эта базовая отрасль будет оставаться нашей базовой отраслью на долгие годы. Это понятно, у нас большие запасы. Но чтобы металлургия не просто существовала, а чтобы она развивалась, наважно, что нужно сделать? Давайте так. Во-первых, отрасль развивается и сегодня. Я бы не согласился с тем, что она просто существует. Нет, потому что она развивается там, но всегда можно остановиться. Но чтобы она не останавливалась в своем развитии, вот что я имею в виду. К счастью, она никогда не останавливалась. Вопрос динамики. Насколько своевременные изменения, насколько они быстры. Важно, чтобы изменения внутри компании происходили темпами более быстрыми, чем изменения вокруг, в окружающей среде. Я имею в виду отраслевое и не только. Возвращаясь к вашему вопросу вначале, что нужно сделать, что сделать конкретно. Я думаю, что ответы есть очень разные на эти вопросы. Для каждой отрасли, для каждой компании. Если попытаться обобщить, мне кажется, что нам надо совершенствовать управление. Всем нам. Металлургам и не только металлургам. Все делают люди. Во главе стоят руководители. Есть управленческие системы, которые приводят в движение все механизмы предприятия. Улучшать управление – наша ежедневная задача. Люди могут многое, если создать для этого условия. Задача руководителей – создавать условия для людей, чтобы они раскрывали свой потенциал. А есть кадровая проблема? Мы об образовании говорили. Буквально перед вами говорили об образовании. И сейчас идет вступительная кампания. Есть какая-то кадровая проблема? Что можно тем же выпускникам? У выпускников школ и тем, кто участвует студентами. Если я скажу, что кадровой проблемы нет, то вы мне не поверите. Мы будем скептически относиться к этому утверждению. Я думаю, что интересный, эффективный работодатель всегда в состоянии привлечь тех людей, которые ему нужны. Но это некий общий постулат. Конечно же, у нас немало трудностей в обеспечении квалифицированными кадрами, а иногда и неквалифицированной рабочей силой в отдельных регионах. Но в этом нет ничего уникального. Я не знаю таких государств или компаний, в которых бы не говорили о кадровой проблеме в тех же терминах, которые мы и говорим сегодня. Это общемировая проблема. Тенденция последних нескольких десятилетий заключается в том, что гораздо сложнее стало с инженерными кадрами. Мы хорошо знаем, что в России за последние 20 лет также утеряна где-то школа подготовки, где-то система мотивации для молодых людей, чтобы они шли учиться на инженерной профессии. Сегодня это восстанавливается, к счастью. Мы видим, что интерес к инженерным специальностям возрастает. Экономистов, юристов и так далее уже стало много. Очень много. Как говорили в годы перехода к рыночной экономике, что главное научиться продать, заключить договор, совершить сделку и так далее. Сегодня мы понимаем, что это важно, но это не единственное, что нужно для работы эффективного бизнеса. Поэтому инженеры, они нам нужны, они у нас будут, но их никогда не будет избыток. Это надо понимать. Вот другая немножко тема, которая тоже очень всех интересует. У нас в самом случае с Яном, когда мы готовились к программе. Михаил Владимирович, многие металлургические отечественные компании, они по структуре холдингами являются, имеют активы за рубежом. Я знаю, что у Краснодара тоже были такие планы. А как объяснить обычным людям, зачем это нужно для предприятия, для чего это делается? — Хороший вопрос. Международная глобализация началась, наверное, лет 30 назад в тех масштабах, которые мы видим сегодня. И началась она не с нашей страны. 30 лет назад в нашей стране было невозможно рассуждать о создании каких-то транснациональных компаний. Максимум, с кем мы сотрудничали тогда, это, может быть, была Восточная Европа. Причем мы не строили тогда какие-то совместные предприятия, мы все-таки сотрудничали и кооперировали. Но мир к этому пришел, пришел под давлением экономических факторов. Международное разделение труда шагает по планете и зачастую доказывает свою эффективность. Это некое обобщение. То, что касается России, металлургии в частности. За последние 20 лет Россия в значительной мере интегрировалась в международное пространство. В этом есть как свои достоинства, так и свои недостатки. То, что касается металлургов. Действительно, сегодня многие металлургические компании, а если говорить о лидерах, то все лидирующие компании являются по сути своей международными. По крайней мере, если они не имеют своих производственных активов или сырьевых ресурсов, то они точно имеют торговое представительство, коммерческие структуры, маркетинговые структуры. Потому что рынки глобальны. Управление активами, как таковое, это всегда процесс постоянного времени. Нет такого актива, хоть отечественного, хоть иностранного, который одинаково эффективен. Сегодня, через 5 лет, через 10. Поэтому процесс приобретения каких-то активов, освобождения от этих активов, он по сути своей бесконечен. Компании ищут возможности для наиболее эффективной конфигурации своей работы. То, что касается, как раз, сетмета, мы интересуемся тем, что происходит в мире. Мы давно работаем, так или иначе, на международных рынках, но понимаем, что мы могли бы сделать гораздо больше. Вряд ли сегодня речь может идти о покупке каких-то крупных производственных активов. Этому есть разные причины. Одна из причин в том, что мы очень сфокусированы сегодня на собственной реконструкции и вложении в собственную площадку. Потому что, на наш взгляд, они самые эффективные на сегодня. Невозможно распалить инвестиционный управленческий ресурс сразу на множество проектов. Мы будем интересоваться зарубежными активами в дальнейшем. Но я думаю, что это будет интерес больше в области коммерции, маркетинга, может быть, каких-то высокотехнологичных активов. Там есть возможность для заимствования технологий. Я не думаю, что кроссетмету может быть интересна покупка афинажного завода масштаба кроссетмета. Или даже в половину его в любой части планеты. Но присутствовать на рынках надо. Мы должны быть частью международной системы. Это факт. У нас в обществе, знаете, есть такая традиция, ожидание людей, даже что крупные предприятия должны нести еще социальную нагрузку. Что вы думаете на этот счет? Потому что, допустим, у Кроссетмет и у телеканала Енисей уже было несколько социальных проектов. Вот сейчас в счете социальный проект – это сердце километра. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Хороший вопрос. Кстати, нам нравится работать с вашим каналом. Нам нравится тот продукт, который вы создаете. И мы рады, что вы его создаете отчасти с нашей помощью. То, что касается гуманитарных программ, Кроссетмет не вчера к этому пришел. Мы уже более десятка лет участвуем в такого рода проектах. И речь вот не только о вашем канале в данном случае, в том числе детское направление. Почему Кроссетмет – это люди, это жители города Красноярска и Красноярского края. Мы все живем здесь, мы все живем в этом социуме. И те проблемы, которые остры в обществе сегодня, они также актуальны для всех нас. Мы хотим, чтобы наш социум улучшался. Мы хотим, чтобы что-то было лучше. Мы хотим, чтобы у детей в Красноярском крае были лучшие условия для жизни, для развития. Это очень просто, мне кажется. Простые, понятные желания. Это объяснит любой. Человечный. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Еще раз поздравляем с праздником. И желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня нашим гостем был генеральный директор Красноярска Дмитрия Михаила Дягива. Ну что ж, друзья, вот на этом можно завершить уже. На этой теплой ноте, да. Прекрасной ноте. Поздравляем еще раз всех металлургов с праздником. И желаю вам всего самого доброго. До встречи через неделю. Пока. До свидания.